Атар Кушанашвили Смотрите, деяния, одеяния, когда избавляются от одеяний. Это всегда очень интересно. Вот сейчас мы вам покажем видео. Известные ребята, группа «На-На». Смотрите, пожалуйста, фрагмент концерта. Это свежий концерт. Это совсем недавно произошло. Да, я видел их. Видели, да. И вот эти девочки раздевают наших мальчиков на сцене. Наших мальчиков. Но надо отметить, что, мне кажется, мальчик с удовольствием раздевается. Как-то быстро закончилось видео, да? Да. Атар, может быть, это пиар самих артистов? И опять же, мы бы не показывали кусочек выступления группы «На-На», если бы девчонки не раздели парня. Может, это звездам самим можно? Вот взаимосвязанность. Вот вы ухватили самую суть, Даша. Это взаимосвязанность. Если бы не случилось вот этого на сцене, эти кадры были бы никому не интересны. Ну, другой момент, какая степень изящества отличает то, что никому не нужный даже на собственной кухне Владимир Политов раздевается на сцене города Самарканд. Может быть, то, что мы сейчас наблюдали, это доказательство того, что хороший артист, даже которому в обед 400 лет, он сделает все, чтобы о нем узнали не только в Портере или в амфитеатре или на окраине Питера, а сделает все, чтобы о нем написала газета с очень близким мне названием на букву «Ж». О них, по крайней мере, пишут, а Волочкова им меньше. А я уверяю вас обоих в утренней студии в Питере прибывающих, что артисты, как во времена Зиншписа, по-прежнему считают количество упоминаний своего мусорного имени по всем СМИ. Атар, дорогой, скажите мне, ведь что вы только не вытворяли со звездами, но в розыгрыше по телефону, того, что сейчас набрало такую популярность, все-таки тогда не было. Люди, которые сегодня называются пранкеры, вам близок этот жанр? Жанр розыгрыша нет, потому что я был не настолько затейлив. Я инфузория туфелька в сравнении с этим Лексусом, с этим... Они, кстати, почему-то называют себя моими учениками. Может быть, имея в виду смежный жанр, может быть, имея в виду нахальство, но я знаком с обоими... Я прошу прощения, просто ваши самые интересные части тела им недоступны, они хоть как-то пытаются приблизиться? Да-да-да, Виталию Сердюку передайте это, может, он меня лобузнет куда. Я хотел бы заметить деликатно, не стесняясь присутствия Даши. Кстати, я на днях до появления на вашем сиятельном канале видел Игоря Скляра, встречался с ним, и он сделал мне замечание. Игорь Скляр, ваш питерская гордость, сказал мне, Атар, ведь ты сделал себе имя на том, что топтал звезд. Я говорю, конечно, но я хотя бы не пранкер, сказал я ему. Вот, и мы сегодня говорим верхом на звезде. Ну, слушайте, а с другой стороны, сейчас я просто... А что такого страшного? Ну, ведь это розыгрыш, да, это шутка. Или вы скажете, что все, это уже какую-то грань, они перешли. И вот интересно именно у вас, Атар, узнать, где эта грань. Нет, я считаю, что... Потому что вы, как рентген, чувствуете это. Я считаю... Я отвечу вам, Даша, отвечу, к сожалению, и вам, Рома, на чистоту. Давайте. Я считаю, что это скоморозший жанр, который сопоставим с жанром Атарик в качестве санитара в грузинском лесу. Я считаю, что они делают, когда они звонят верховным жрецам или людям, на чье мнение мы ориентируемся, или люди, которые управляют судьбами миллионов людей, когда они разоблачают их, это дело благородное. Вспомним их звонки в Украину, вспомним звонки даже моему бездарному землячку, моему ученику, лжеученику Саакашвили. Когда разоблачение такого рода, я приветствую, потому что они выявляют лицемерие фарисейства, которым полны эти якобы тузы. С другой стороны, я знаю немало случаев, я говорил об этом пранкерам, что некоторые артисты, которые в жизни являют собой достойных антиатариков, очень хороших людей, они были доведены до состояния полуинфаркта, полуинсульта. Вот этого я не одобряю, когда топчут таких не умеющих ответствовать людей, а надругаться над, сами знаете кем, со значками на Лацканах, над Волочковой, над теми, кто, сейчас говорю без иронии, убивает людей. Я на стороне пранкеров, потому что таким образом они показывают нам, сколь высокий градус лицемерия в людях, которые поучают нас жить. Атар, а если вам позвонят и вас разыграют? А мне звонили, Даша, я был жертвой. И годы спустя я понимаю, что я реагировал так эмоционально, что даже мои дети, которые в интернете нашли мою реакцию, совершенно не конгениальную, как сказал бы ранее Рома, не соответствовавшую уровню их оскорблений в мой адрес, они меня просто задевали, а я отвечал, это твоя проблема, как ты не умеешь отвечать на эти розыгрыши. Это не проблема пранкеров. И теперь, годы спустя, мне неловко вот за это. Но я был их жертвой, и они меня разыгрывали, упрекнув меня в том, что я мечтаю спать со Стасом Костюшкиным, а я свои эмоции и реакции доказал, что да, вроде бы, хочу. Прекрасно, я надеюсь, Стас не очень расстроился. Значит, Атар, мы поняли, что можно заходить издалека по телефону, а потом-то все равно придется выйти в свет, приблизиться к какой-нибудь своей Ким Кардашьян, выйти, так сказать, на публику. Вот они этапы карьеры. Спасибо вам огромное. И, кстати, Рома, перед прощанием желаю вам блестящего дня, блестящей недели. И самое главное, самым удачливым уродом, вроде меня, удается стать вровень с теми, кого они лобызали в те самые места, в которые даже мои дети меня не целуют. Редактор субтитров А.Семкин